Северное возрождение 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 Духовной основой этого религиозного движения стали идеи пантеизма, утверждавшие присутствие Бога в окружающем мире и, следовательно, равенство всех без исключения Божьих созданий перед Всевышним. Поэтому и человек теперь воспринимался не как сосуд греха, а как совершенное творение Божие. Художники обращаются к изображению земного мира, который выглядит в их произведениях прекрасным и совершенным. Обыденная реальность превращается в их творениях в красочное и поэтическое зрелище. Зримый мир воспринимается теперь как отражение мира Божественного, в котором все совершенно. Стремление к правдивому изображению человека и окружающей его среды, необычайная чуткость к красоте мира становится главной особенностью нидерландского искусства. Художники благоговейно выписывают облик предметов, тщательно передают их объем и фактуру. Не случайно именно в 15 веке самостоятельный жанр живописи выделяется портрет. Широкое распространение получает изображение пейзажей на фонах религиозных картин, а в изображении интерьера можно угадать зачатки будущего бытового жанра. Зарождение нового искусства в Нидерландах совпало по времени с началом эпохи возрождения в Италии. И здесь, и там художники решали задачу отражения окружающего их мира средствами живописи, однако пути изучения действительности в Нидерландах вели в ином направлении, чем в Италии. Жители Нидерландов были в меньшей степени знакомы с художественным наследием античности, в отличие от итальянцев, имевших непосредственную возможность изучать памятники древнеримской скульптуры и архитектуры. В Нидерландах дольше, чем в Италии, сохранялись художественные традиции средневековья, нашедшие свое выражение в вытянутых пропорциях угловатых фигур. Эта потрясающая реалистичность нидерландской живописи стала возможной не только благодаря острой наблюдательности художников, их вниманию к каждому элементу видимого мира, но и как результат реформы живописной техники. В 15 веке нидерландские мастера начинают активно использовать масляную живопись, усовершенствование которой связано с именем Яна Ван Эйка, применявшего ее в собственном творчестве и познакомившего с ней своих современников. Новая техника давала художникам возможность более полно передать великолепие предметного мира, глубину и звучность цвета, нюансы красочных оттенков, многообразие рефлексов, тонкость светотеневых переходов. Жидкая масляная краска ложится на гладкую поверхность грунтовой доски тонкими, почти прозрачными пленками, оттенками цвета, воссоздавая предмет во всем богатстве подробности его внешнего облика и позволяя добиваться эффекта его материального присутствия перед зрителем. А использование белых грунтов, характерных для нидерландской живописи, создает дополнительный эффект свечения живописного полотна. Благодаря способности белого грунта отражать свет, кажется, что краски светятся изнутри. Искусство 15-го столетия, золотого века нидерландской живописи, оставило нам имена многих великих мастеров. Ян Ван Эйк, величайший мастер европейской живописи, не только открыл своим творчеством новую эпоху в нидерландском искусстве, но и определил ее развитие на долгие годы вперед. В произведениях этого художника с огромной силой проявились утверждения в качестве объекта достойного изображения земной жизни, всего того, что окружает человека в повседневном быту. Произведения его в современниках Робера Кампена более архаичны по своему художественному решению, чем работы Ван Эйка, но отличаются демократичностью образов и бытовой интерпретацией религиозных сюжетов. Изображения святых в картинах Кампена, как правило, помещены в уютных городских интерьерах с любовно воспроизведенными деталями обстановки. Творчество Рогера Вандер Вейдена, так же, как и искусство Ван Эйка, отличается вниманием к материальной стороне мира, живостью и непосредственностью восприятия окружающей среды, однако в большей степени подчиненного религиозной идее. Работа Вандер Вейдена более драматична и экспрессивна, персонажи его картин более эмоциональны, нежели отчужденно спокойные, почти бесстрастные герои картин Ван Эйка. Самый яркий представитель изобразительного искусства второй половины XVIII века – Хого Вандер Гус, мастер, обладавший поразительным умением убедительно передавать человеческие эмоции. Работы этого художника, представляющие собой одну из вершин нидерландской живописи, произвели ошеломляющее впечатление на родине Возрождения, положив начало знакомству итальянских живописцев с достижениями нидерландской живописи и взаимному обогащению двух культур. Во второй половине XV столетия в жизни нидерландов произошли колоссальные перемены. В 1477 году в сражении при Нансе был убит сын Филиппа Доброго, Карл Смелый, последний из бургундских герцогов. С его гибелью прекратила существование блестящая и могущественная Бургундия. Нидерландцы, как часть преданного Марии Бургундской, единственной дочери Карла, перешли во владение к австрийским эрцгерцогам из рода Габсбургов. А позднее, в начале XVI века, в результате династического брака, внука Карла Смелого Филиппа Габсбурга и испанской принцессы Хуаны стали владением Испании. Новые правители видели в этом крае лишь неиссякающий источник налогов, средства для воплощения в жизнь своих честолюбивых планов. В XVI век жители Европы встречали со смешанным чувством надежды и трепета. В средние века утвердилось представление о том, что поскольку мир был сотворен за семь дней, то ему и существовать семь тысяч лет, ибо у Господа тысяча лет, как один день. На исходе же XV века, седьмое тысячелетие, от сотворения мира как раз подошло к концу. В те дни во всех христианских странах одни ожидали ужасов, светопредставления, другие – победы Царства Божьего на земле. Ничто не предвещало близкой гибели Вселенной, однако привычный облик мира менялся на глазах. В 1490 году эскадра Колумба пересекла Атлантический океан, до этого веками считавшийся крайним западным пределом обитаемого мира, и достигла новых неведомых крайних земель. Отныне Средиземноморье перестало быть центром Земли. Несколько лет спустя выяснилось, что и сама Земля не есть центр мироздания. Европеец утратил отрадное чувство постоянства. Он сознавал себя уже не обитателем давно измеренного и обжитого материка, осененного неподвижным небом, а пассажиром огромного корабля, плывущего по бескрайнему океану Вселенной. Католическая церковь постепенно теряла свой авторитет. Безнравственность, словопотребление, формальное отношение к своему служению, значительной части духовенства вызвали всеобщее возмущение. Внутри церковные меры, соборы, собрания высшего духовенства, дважды проводившиеся на протяжении XV века, не смогли исправить положение. В Германии из-за государственной раздробленности, оказавшейся в особенно сильной зависимости от Рима, а также в Нидерландах, попавших под власть чужеземной династии, ситуация приобрела особую остроту. Эти причины вызвали к жизни реформацию, широкое общественное движение XVI века, вступившее в борьбу с католической церковью. Зачинателем реформации стал немецкий священник Мартин Лютер, считавший единственным источником вероучения Библию и на этом основании отрицавший папскую власть, большую часть церковных таинств, монашества, иконопочитания. Папа Римский отлучил Лютера от церкви, а германский император объявил его вне закона. Сторонники Лютера выступили с протестом против этих преследований. Так оппозиционное католицизм и вероучение получило свое название – протестантство. Результатом реформации стал разрыв значительной части стран и областей Европы с католической традицией. Европе предстояло пережить кошмары религиозных войн. Дух этого неспокойного и трагического века почувствовал и частично предугадал нидерландский художник Иеронимус Босх, творчеством которого завершается 15-е столетие. В произведениях Босха, причудливо соединяющих черты средневековой фантастики, фольклора, философской притчи и сатиры, отразились тревожные настроения нидерландского общества. Беспокойство за судьбу родной страны, утратившее независимость. Главной темой творчества Босха стало противостояние двух начал – светлого и темного, добра и зла, а также греховность человеческой жизни и неизбежность небесной кары за нее. В нидерландских городах было превосходно поставлено издательское дело. Почти все горожане были грамотными, владели иностранными языками. В Антверпене выходила одна из первых на континенте газет. Большая редкость в тогдашней Европе. Нидерланды вступают в более тесные торговые связи с другими странами, в частности, с Италией. Эти связи способствовали проникновению в Нидерланды великих достижений итальянского ренессанса. Нидерландское искусство XVI века отмечено возникновением интереса к античности и деятельности мастеров итальянского возрождения. В начале века складывается течение, основанное на подражании итальянским образцам, получившее название «романизм». Оно значительно расширило тематику нидерландской живописи, которая теперь нередко обращалась к мифологическим сюжетам. Художники чаще изображают обнаженное человеческое тело. Их начинают интересовать сложные повороты и ракурсы. Они увлекаются освоением линейной перспективы и приемами передачи движения. Основоположником и ярким представителем этого движения стал живописец Ян Госсард. Мастер сложных композиций, отдельные фигуры и лица в которых, очевидно, были навеяны произведениями Микеланджело, Рафаэля и других мастеров итальянского возрождения. Вершиной нидерландской живописи второй половины века стало творчество Питера Брейгеля-старшего. Именно этому поистине великому художнику принадлежит часть создания искусства глубоко национального, опирающегося на нидерландские традиции и местный фольклор. В творчестве Брейгеля сложно переплелись грубоватый народный юмор, лиризм и трагизм, реалистические детали и фантастический гротеск, интерес к подробной повествовательности и стремление к широкому обобщению. Главным героем произведения Брейгеля является простой люд – крестьяне, за что художник получил прозвище «Мужицкий». Брейгель работал в то время, когда на территории Нидерландов стремительно распространялся протестантизм, когда реформация постепенно сливалась с антифеодальным освободительным движением, принявшим характер долгой и страшной, кровопролитной войны, вошедшей в историю под названием Нидерландской буржуазной революции. Творчество Брейгеля оказало огромное влияние на нидерландское искусство и послужило основой для развития реалистического направления в искусстве Голландии и Фландрии XVII века. Конец XVI века знаменует собой закат искусства нидерландского возрождения. Нидерландская буржуазная революция начисто разорила Фландрию и Брабант, главные культурные области страны. Жители северных провинций, выступив в 1568 году против испанского короля, не опускали оружие до самой победы в 1579 году, когда было провозглашено создание нового государства Соединенных Провинций. В него вошли северные области страны во главе с Голландией. Южные Нидерланды еще почти столетия оставались под властью Испании. Важнейшей же причиной гибели этой культуры была реформация, навсегда разделившая нидерландский народ на католиков и протестантов. В то самое время, когда имя Христа было на устах обеих враждующих сторон, изобразительное искусство перестало быть христианским. В католических областях писать картины на религиозные сюжеты стало опасным делом. Исследования наивным красочным средневековым легендам и идущая от босха традиция вольного истолкования библейских тем равно могли навлечь на художника подозрения в ереси. В северных провинциях, где к концу века восторжествовал протестантизм, живопись и скульптуру изгнали из церкви. Протестантские проповедники яростно изобличали церковное искусство, как идолопоклонство. Две разрушительные волны иконоборчества в 1566 и 1581 годах, по-видимому, уничтожили немало замечательных произведений искусства. На заре нового времени нарушилась средневековая гармония между земным и небесным мирами. В жизни человека конца 16-го столетия чувство ответственности за свои поступки перед лицом Бога уступило место следованию нормам общественной морали. Идеал святости подменялся идеалом бюлгерской добропорядочности. Художники изображали мир, который их окружал, все чаще забывая о его творце. На смену символическому реализму с Северного Возрождения пришел новый, мирской реализм. Северного Возрождения